Стоматология Стоит ли ехать за услугами в крупные города? И почему рентген зубов теперь можно делать столько, сколько нужно, без вреда для здоровья? Кишечный грипп активизировался. Что советуют врачи? И правда ли, что инфекционное отделение горбольницы переполнено? Срок уплаты налога на недвижимость и землю истекает 15 ноября. Кто должен рассчитаться с казной? Первый класс досрочно. С конца года в школах начнут работу группы по подготовке дошколят. В стоматологической поликлинике несколько раз подряд делали снимок зуба. Можно ли так? Ведь рентген – это лишнее облучение. Стоит ли ехать за стоматологической помощью в областной центр или в Минск? Мозорская стоматология сегодня – это настоящий цех красивых улыбок. В последние годы оборудование обновляется не так активно, как прежде, но и существующее позволяет оказывать помощь на высоком уровне. По мнению областных коллег, мазыряне дают фору даже Гомелю. Стоматологическая помощь в Мозоре и Мозорском районе на высоком уровне. На высоком. Периодически, даже можно сказать, стабильно призовые места по итогам работы за год. Исходя из этого, можно посмотреть, что Мозор у нас всегда был на передовых позициях. И сегодня Мозор тоже лидирует. И даже могу сказать, что стоматологическая помощь, которая оказывается населением в Мозоре, она выше, чем в городе Гомеле. В Мозоре сегодня только три стоматологических учреждения негосударственной формы собственности. Для сравнения в Гомеле – более 30. Поэтому основная стоматологическая помощь оказывается именно в стенах поликлиники. Что касается оснащенности, то вот этот аппарат – одно из последних и очень необходимых приобретений. Рентгенологическое оборудование ведущего финского производителя позволяет делать четкие снимки за короткое время. Данное оборудование уменьшает дозу лучевой нагрузки при рентген-диагностике в 10-15 раз в зависимости от вида исследования. Соответственно, если раньше мы одному пациенту в день могли сделать один снимок, то теперь, соответственно, их можно сделать несколько без всякого вреда для здоровья человека. Панорамный аппарат мы стали достаточно широко использовать. За один присест мы получаем снимок всех зубов верхней и нижней челюсти, что позволяет более качественно планировать проводимое лечение. Раньше такую диагностику можно было сделать только в Гомеле. Цифровые технологии пришли на смену пленочному аппарату. Лаборант делал снимок, высаживал пациента и шел проявлять его в лабораторию. Использовался проявитель, закрепитель, длительная, скажем так, манипуляция. Снимки сушились, потом выдавались на руки. В настоящий момент делается снимок и буквально через 20 секунд он распечатывается на бумаге. За день в кабинете делают около 30 цифровых фотографий зубов и 5-7 панорамных снимков. Новые технологии позволяют врачам действовать не по интуиции, а наверняка. Правда, борьбу за каждый зуб доктора выигрывают не всегда. Так, один стоматолог принимает за смену около 12 пациентов, тогда как хирург около 20. В Мозыре активизировалась кишечная инфекция. Говорят, инфекционное отделение переполнено. Что это? Как защититься от заразы? Что советуют врачи? Инфекционное отделение работает в штатном режиме. На коридорах пусто, а вот боксы заполнены пациентами. На момент съемки из 45 мест занято 42. Резерв есть, хотя и совсем небольшой. В последние недели врачи фиксируют сезонный подъем заболеваемости ротовирусной инфекцией. Или, как ее еще называют, кишечный грипп. Я не могу сказать, что на взгороде вспышка ротовирусной инфекции. Это все надуманные разговоры, надуманные слухи. Вы прошли по отделению, видите, что на коридорах больные не лежат. Да, есть сезонный подъем по ротовирусной инфекции, это логично. Так во всем мире, потому что на каждый сезон свои заболевания. Коварный ротовирус по своим симптомам напоминает целый спектр заболеваний, а поражает чаще всего детей. Носителями являются взрослые люди. Они не болеют, потому что они уже переболели и приобрели определенный иммунитет. Но в силу того, что вирус меняется, они тоже могут к этому новому вирусу иметь клиническую картину. То есть они могут заболеть и перенести эту инфекцию в легчайшей форме. То есть на больничные не пойдут. Они подумают о том, что они что-то не съели, у них какое-то несварение. И температура у них может быть какая-то либо да, либо нет. Но являются источником. Ротовирусная инфекция. Как она себя проявляет? Мы говорим о том, что вирус поражает слизистую дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Соответственно, клиника со стороны и дыхательных путей, и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период после контакта с человеком, который является источником ротовирусной инфекции, от контакта до момента заболевания, проходит до пяти дней. От одного до пяти дней. В среднем это пару дней. Повышается температура, рвота, боли в животе и жидкий водянистый стол. Ситуация длится 3-4 дня. Восстановление функции кишечника, выздоровление. Если есть схожие симптомы, не обязательно бежать в больницу. При условии удовлетворительного самочувствия и соблюдения питьевого режима лечиться можно и дома. В качестве профилактики лучше всего работает прививка. Ее можно заказать в поликлиниках города. Правда, сейчас прививаться уже поздно. Остается только строго соблюдать правила гигиены и стараться поменьше бывать в людных местах. Мыть руки, соблюдать моменты личной гигиены, если не посещать с маленькими детьми места скучности людей. То есть, если женщина идет в магазин, где много людей разнообразных, не надо ребенка с собой брать. Особенно в места, где малопроветриваемое помещение, потому что вирусы имеют особенность накапливаться. Еще раз повторяю, выделяется воздушно-капельным путем, поэтому инфицирует, особенно закрытое помещение. Если заболел член семьи, что нужно делать? Влажную уборку и проветривание. И, естественно, акцент сделать на дезинфекции санузла. Ротовирус, простуда с кишечными симптомами, что называется два в одном. Чтобы быть готовым к контратаке, инфекцию нужно знать посимптомно, а меры принимать незамедлительно. Лидия Поттер, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь. Являюсь владельцем квартиры и деревенского дома. Пенсионер. Нужно ли мне платить налог на недвижимость и земельный налог? До 15 ноября белорусы должны заплатить налог на недвижимость и земельный налог. Налоговая рассылает гражданам извещения до 1 августа. Отправляют их с заказными письмами с уведомлениями. В первую очередь рассчитаться с казной должны владельцы домов, дач, гаражей, собственники двух квартир. Владельцы одной квартиры от налога освобождаются. Не должны платить налог пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, а также нетрудоспособные граждане, в собственности которых есть домик в деревне. Исключение – в доме зарегистрированы трудоспособные граждане. Владельцы двух квартир должны внести налог за одну из них, а вот за какую – решают сами. Правда, свое решение нужно подтвердить заявлением налоговую. Иначе льгота будет предоставлена на квартиру, которая была приобретена раньше других. Налог придется платить и владельцам недостроенных домов. Дома, имеющие фундамент, стены, крышу или строительство которых завершено, но они не зарегистрированы законодательно, также подлежат обложению налогом на недвижимость. Ребенок ходит в старшую группу детского сада. В прошлые годы в школах организовали подготовительные группы, так называемые АБВГД-ки. Будут ли они работать в этом году? Дает ли поступление в такую группу гарантию того, что ребенок попадет в выбранную школу к выбранному учителю? Группы по подготовке детсадовцев или АБВГД-ки начнут работать в школах уже с конца года. Формируются они на основании заявлений родителей. Занятия будут проводиться платно. Формируются такие группы в учреждениях общего и среднего образования с целью подготовки наших дошкольников к школе. Да, понятно, что еще учебный год очень далеко, но каждый родитель уже спешит сегодня уже дать какие-то понятия о школе, что это такое, с чего состоит обучение. И первые знакомства и такие группы открываются во всех учреждениях общего и среднего образования. Я еще раз повторюсь, именно на основе заявлений законных представителей. С декабря месяца начнет работать одна группа в учреждениях общего и среднего среднего. 16-я школа сегодня согласовала отдел образования, спорта и туризма учебный план и календарно-тематическое планирование, по которому будет проходить обучение. В каждой школе по-разному будут сроки обучения. Кто-то с января, кто-то с февраля, кто-то в летние месяцы. Программа будет включать не столько обучение, сколько знакомство со школой и школьной жизнью. Конечно, мы не можем детей учить писать, читать. Мы просто вводим их в школу, в школьную жизнь. Хотя, понятно, как только первый класс ребенок начинает, там есть введение в школьную жизнь. Там уже более конкретно ведется работа. Здесь же общее знакомство с учреждением образования. И поэтому, значит, нашим деткам все интересно. Все проходит в игровой форме, абсолютно. Все это и знакомство, это и игры развивающие. И это, ну, как бы понятие всех наук, которые будут учиться ребенком в школе. А вот гарантии, что после АБВГД-ки ребенок попадет в конкретную школу, нет никакой. В этом вопросе значение имеет адрес прописки и его принадлежность к тому или иному учебному заведению. К пожеланиям родителей относительно учителя могут прислушаться. Этот вопрос не столь принципиальный и выносится на рассмотрение администрации школы. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Музырь». Это был «Частный интерес». Мы ждем ваших вопросов по телефонам, которые вы видите на экране. Пишите на адрес электронной почты. Смотрите нас по субботам и помните, для нас найти ответ не вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok